Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это Евангелие от Луки, 4 глава, 17-19 стих и книга пророка Исаии, 61 глава, 1-2 стих, мы зададим себе такой вопрос, почему Господь Иисус не точно цитирует пророка Исаию? Почему? В чем заключается проблема? Когда Христос цитирует это пророчество из Исаии, то, что описано в 4 главе Евангелия от Луки, он сокращает остаток из Исаии, 61 глава, 2-й стих. И в этом остатке он не использует слова «и день мощения Бога нашего». И день мощения Бога нашего. И возникает вопрос, почему он не точно цитирует пророчество. Теперь давайте вспомним, что сказано в Евангелии от Луки, 4 глава, 17-19 стих. «Ему, то есть Господу Иисусу, подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благоествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Но как это звучит у пророка Исаии? Напоминаю, это 61 глава книги пророка Исаии, 1-й, 2-й стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благоествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». И вот тут идут слова, которые Христос опускает из Исаии. «И день мыщения Бога нашего». Немножко непонятно, почему Христос не приводит эти слова. Давайте вспомним, что сказано в Евангелии от Иоанна, 3-я голова, 17-й стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». А вот тоже собственные слова Христа, Евангелие от Иоанна, 12-47. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». В своем первом пришествии Христос пришел не судить мир, а спасать мир. А так как он читал Исаию о своем первом пришествии, пророчества, он опускает в этом пророчестве то и день мыщения Бога нашего, то, что относится к его второму пришествию, когда он придет именно для того, чтобы судить мир. И мы читаем в Евангелии от Матфея, 25-я глава, 31-й, 32-й стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». И блаженный Феофилакт, соответственно, дает нам такое пояснение. Когда подали ему книгу в синагоге, он ее разогнул и нашел не то, что случайно попалось, но чего сам желал. «Ибо, не думай, будто он открыл книгу, и случайно нашлось то место, в котором написано о нем, это случилось по его желанию». Что же было написано? То, что относилось к его первому пришествию, он прочитал. А то, что относилось к его второму пришествию, когда будет день мщения, он это опустил. Таким образом, никакого противоречия мы здесь не находим. Напротив, мы видим логическую связь между разными евангельскими, новозаветными и ветхозаветными текстами. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Экзегет» 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 Продолжение следует...